Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 14 июля, неделя третья по Пятидесятнице, Православная Церковь совершает память мученика Потита Гаргарского. Святой мученик Потит пострадал при императоре Антонине. Отец его был язычником, но юноша, еще с 13 лет, познакомившись с христианским учением, уверовал в истинного Бога и принял святое крещение. Узнав об этом, отец сильно огорчился и старался сначала лаской, а затем и угрозами отвратить сына от веры во Христа Спасителя. Однако его усилия были тщетны. Пораженный твердой верой юноши, отец также уверовал в сына Божия и стал христианином. Святой Потит прошел с проповедью о Христе многие страны и силой Божией творил дивные чудеса. В области, называемой Ипир, жила знатная женщина Кириакия, супруга сенатора, болевшая проказой. Услышав о святом Потите, она призвала его и просила исцеления. Святой сказал, что если она поверит Христу, то будет здоровой. Женщина приняла святое крещение и тотчас исцелилась. Видя такое чудо, муж ее и все домашние уверовали и также крестились. После того святой поселился на горе Гаргара и жил в уединении в окружении птиц и зверей. Там его нашли слуги императора Антонина, дочь которого была одержима беснованием. Без устами девицы сказал, что выйдет из нее только с приходом Потита. Святого юношу доставили к императору и молитвами святого Потита больная получила исцеление. Однако вместо благодарности император поступил со святым с бесчеловечной жестокостью. За твердое исповедание веры во Христа, Спасителя и отказ принести жертву языческим богам, которым Антонин приписывал исцеление своей дочери, святому Потиту вырвали язык и ослепили. После долгих истязаний святой мученик был обезглавлен. Мощи святого почивают в Трикарика, в соборе Успения, при Святой Богородице. Они были обретены 14 января 1506 года в храме рыцарей Мальтийского ордена. В Асколе Сатриано в честь святого освящен храм. Там почивает частица его мощей – локтевая кость. Она помещена в мощевик, имеющий вид бюста святого. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников-бессеребренников, Косьмы и Дамиана, в Риме пострадавших, преподобной Ангелины Деспотисы Сербской, чествуется Собор Вологодских святых, а также Собор Новгородских святых, Собор Белорусских святых, празднуется Собор Псковских святых, Собор святых Санкт-Петербургской митрополии, Собор святых Удмуртской земли, Собор Волгоградских святых, а также преподобных Тихона Василия и Никона Соколовских, святителя Арсения, епископа Тверскага. Празднуется Собор Тверских святых, преподобномучеников Неофита, Ионны, Неофита Ионны и Парфения Лепсийских, священномученика Аркадия Горяева-Пресвитера, священномученика Алексея Дроздова-Протодиакона. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok